Остров Русский, первый в России, примет игроков популярной стратегической игры ГО. Соревнования пройдут в следующем году. На российской креативной неделе в Москве состоялась презентация 41-го чемпионата мира по ГО. События заранее успели окрестить историческим, поскольку за 40 лет это будет первый чемпионат, который проведут за пределами стран Юго-Восточной Азии. Мы показываем здесь сегодня саму игру. Мы представляем чемпионат, представляем фестиваль, который будет проходить в Владивостоке. И рассказываем про ГО еще в деловой программе, где мы с вами находимся, для того, чтобы как можно больше гостей в фестивале прониклись нашим искусством и приехали в Владивосток играть в ГО. Сама игра является собой образец креативности и стратегического мышления. Некоторые уверены, что потенциала для развития интеллекта в ней даже больше, чем в шахматах. Прародиной ГО стал Китай. Появилась игра по разным оценкам историков от двух до пяти тысяч лет назад. ГО, как и шахматы, даже больше, чем шахматы, учит границы сознания все-таки расширить. Посмотреть на нее именно с точки зрения стратегии, может быть даже военной стратегии. Это очень важно. И игра уже существует тысячи лет, поэтому я думаю, что эти методики нужно обязательно использовать и в качестве образовательных практик. Сегодня процесс вовлечения молодежи в саморазвитие все сильнее связан с новыми технологиями. Универсальность и простота ГО позволяют юным энтузиастам раскрыть свои творческие способности, интерпретируя правила игры для различных платформ. Например, в геймификации, которая охватывает территории от образования до умных фабрик, построенных по принципам Майнкрафт. Правила исключительно простые. Правила, по большому счету, объясняются на нескольких пальцах, то есть буквально за несколько минут, потому что... И эти легкие правила, большая доска, большое пространство, оно дает необычайно сложную игру. И в этом плане она достаточно гармоничная. То есть, я не хочу обидеть шахматы, но в шахматы есть какие-то условные правила. Они немножко искусственные, да? То есть, вот этот должен, там, конь должен ходить именно так. В ГО можно ходить куда угодно, на свободное любое пересечение. Смысл огораживания территории, можно съедать камни соперника. Вот и все правила. То есть, они действительно легко ложатся, но игра необычайно сложная. В России игра очень популярна еще со времен СССР. Наша сборная – лидер ГО в Европе. За последние 20 лет русские команды становились чемпионами 15 раз. Поэтому в том, что чемпионат проведут на острове Русский, нет ничего случайного. Кирилл Самойлов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.